Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на просторах нашего интернет-магазина я решил пару слов сказать о вот этом вот довольно-таки колоритном шейнике Коготь. Ну, возможно, в очередной раз. Значит, это нож шейного ношения. Имеет он вот такой вот кожаный ремешок при себе. Здесь он крепится у нас вот на такой вот кнопочке. Будучи в положении на шее, при вскрытии он довольно-таки легко извлекается. Вот. Клинок здесь вот такого вот скинерного типа. Скинерного типа в обухе 4 мм. Здесь кованая сталь Х12МФ. Рабочая длина 90 мм. А здесь мы видим вот такой вот латунный больстер. Я буду говорить сухие факты просто и характеристики, дабы не говорили, что я как-то предвзято оцениваю этот шейник. Вот. Нож крайне легкий. Вот. Крайне ухватистый. Ну, просто эргономика рукояти здесь на оценку 5 с плюсом. Вот. Я прошу обратить на нее внимание. Она получается здесь как такой грушей, прям в ладонь. Причем ладонь практически на любого размера. Это млечное отверстие. Держать его удобно любым хватом. Что так. Что так. Вот. За счет своей довольно-таки рабочей стали, я считаю, он может выполнять и какие-то работы по строганию в лесу, например, да. Вот. Таская его по городу на шее, вы практически его ощущать не будете. Говорю по собственному опыту. Частенько беру его с собой на выставке и кидаю себе его на шею. Вот. По городу скрытие корреспонденции, нарезать где-то лимончик в гостях и так далее и тому подобное. Полевая кухня, порезать картошку. Опять же, охота что-то ободрать, кого-то ободрать, да. Вот. Проблем не составит. С рыбкой то же самое. Ну, единственное, что мы знаем, то что Х12МФ стали углеродистая, довольно-таки агрессивная. Вот. Он будет требовать внимания в плане воздействия коррозии. За два года могу сказать то, что я получаю по этому шейнику только положительные отзывы. Если сравнивать его с какими-то аналогами, западными и не западными, да. Вот. Конечно, там другие материалы, но все же этот нож, он один из самых дешевых. Вот. Это довольно-таки бюджетный шейник. Вот. Все здесь из натуральных материалов. Это стабилизированный граб. Значит, сами ножны прошиты, проплетены. Вот так вот красиво здесь все. И все это дело вот так вот на кнопочке. Вот. Любителям таких вот маленьких шейничков с рабочей резучей сталью я его очень рекомендую. Да, говорил то, что не буду хвалить. Буду говорить сухие факты, но как-то и не получилось. Да, полная длина клинка 190 миллиметров. Вот. Шейник этот стоит менее 2000 рублей. Вот такой вот коготь. Полноценный клинк без фальш-лизи. Прошу любить и жаловать. Ну, собственно, не знаю даже, что добавить. Повторюсь про рукоять. То, что возможно, будут споры не под каждую руку. И то, что вот эти распилы, они мешают. Да ничего подобного. Ну вот. Можно, конечно, по предзаказу сделать его гладким. Но поверьте мне, они актуальны будут под 98% пальцев рук, ладоней. Вот. Пользователей. Я вас уверяю. При обратном хвате, видите, вот этот вот завиток, он очень хорошо помогает. Ну вот, он очень актуален. То есть, они не назойливые. Ну вот эти вот распилы. Вот такой вот шейничек коготь. Спасибо, друзья, за внимание. Вот такой вот был краткий осмотр. Много говорить не люблю, да и не умею, да и никогда не готовлю текст. Ну, всем хорошего реза и пока.